Здравствуйте, ребята! Сегодня урок литературного чтения проведу вас я, Спиркина Фреда Менианисовна. Напоминаю, что мы продолжаем изучать раздел «Литература зарубежных стран». Сегодняшний урок я хочу начать с поговорки. «Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок». Почему сказка – это ложь? Да потому что в сказках очень много волшебства, того, чего в реальной жизни существовать не может. «Сказка ложь, да в ней намёк». Как вы понимаете слово «намёк»? Для того, чтобы вы точно знали значение слова «намёк», обратимся к словарю Ожегова Сергея Ивановича. «Намёк – слова или поступок, которые могут быть поняты только по догадке». Значит, для того, чтобы понять, что хотел сказать автор, нужно поразмыслить. Обратимся ко второй части пословицы. «Добрым молодцам урок». Какое значение имеет слово «урок» в данном выражении? Урок – нечто поучительное, то, из чего можно сделать вывод для будущего. Значит, сказки – это не просто увлекательное чтение, а чтение, наполненное скрытым содержанием. Сегодня мы познакомимся с ещё одной замечательной сказкой, автором которой является Ганс Христиан Андерсон. В Дании есть маленький остров Фюн, а на нём город Одинсы. Здесь в 1805 году и родился будущий знаменитый сказочник. Назвали мальчика Ганс Христиан. Его отца Сапожника тоже звали Ганс Христиан. Сапожники бывают разные – бедные и богатые. Андерсон отец был бедным. Он вовсе не хотел быть сапожником, он мечтал учиться и путешествовать. А так как ни то, ни другое не удавалось, он читал сыну сказки и водил его гулять в окрестностях города Одинсы. Он ходил с сыном в театр, который был в их маленьком городке. В 14 лет Андерсон покинул родной дом и отправился в Копенгаген искать счастья на подмостках сцены. Но упорные попытки стать актёром, танцором, певцом не привели к успеху. Андерсон не унывал и решил писать пьесы. К слову сказать, он был почти неграмотным. Пришлось пойти учиться в школу. В 17 лет он сел за школьную парту вместе с староклассниками. В 22 года стал студентом университета. В домах своих знакомых Андерсон всегда рассказывал детям сказки, сочиняя их на ходу. Стоило ему войти в дом, где были дети, они тут же требовали новую сказку. И сказка никогда не заставляла себя ждать. Её героем становились синий дракон, нарисованный на китайской вазе, Пролетавший за окном воробей, старая перчатка. И если обыденная жизнь превращалась у писателя в волшебный мир, То волшебное царство превращалось в живой, понятный мир. Проблемы, которые решали герои сказок, вовсе не сказочные и не мелкие. Любовь, верность раскрывается в сказках «Пастушка и трубочист», «Снежная королева», «Стойки оловян и солдат». «Глупость и чванство», «Сказка в гадкий утёнок», «Принцесса на горошины», «Новое платье короля». Сказки Андерсона быстро разбежались по свету. Их перевели на разные языки. В России они появились в середине XIX века. Во всех европейских столицах готовы были без конца принимать И честовать великого сказочника. Самые известными люди того времени становились друзьями Андерсона. И даже короли считали за честь пожать ему руку. Сегодня на уроке мы познакомимся с одной из таких замечательных сказок. Догадайтесь, о ком идёт речь. Я попала в дом принца во время разыгравшейся непогоды. Но отдохнуть в этом доме мне так и не удалось, Потому что постель была очень неудобной. Кто я? Конечно, ребята, это «Принцесса на горошине». Тема нашего урока – уроки сказки Андерсона «Принцесса на горошине». Сегодня мы обратимся к этой сказке и должны вынести из неё для себя уроки. Принцесса на горошине Жил-был принц. Он хотел взять себе в жёны принцессу. Да только настоящую принцессу. Вот он и объехал весь свет, искал такую. Да повсюду было что-то не то. Принцесс было полно, а вот настоящие ли они – Этого он никак не мог распознать до конца. Всегда с ними было что-то не в порядке. Вот и воротился он домой и очень горевал. Уж так ему хотелось настоящую принцессу. Как-то к вечеру разыгралась страшная буря. Сверкала молния, гремел гром. Дождь лил, как из ведра. Ужас, что такое! И вдруг в городские ворота постучали. И старый король пошёл отворять. В ворот стояла принцесса. Боже мой, на кого она была похожа от дождя и непогоды? Вода стекала с её волос и платья. Стекала прямо в носки башмаков и вытекала из пят. А она говорила, что она настоящая принцесса. Ну, это мы разузнаем, подумала старая королева. Но ничего не сказала. А пошла в опочивальню, сняла с кровати все тюфяки и подушки и положила на доски горошину. А потом взяла двадцать тюфяков и положила их на горошину. А на тюфяки ещё двадцать перин из гогачьего пуха. На этой постели и уложили на ночь принцессу. Утром её спросили, как ей впалось. Ах, ужасно плохо, отвечала принцесса. Я всю ночь не сомкнула глаз. Бог знает, что там у меня было в постели. Я лежала на чём-то твёрдом, и теперь у меня всё тело в синяках. Это просто ужас, что такое. Тут все поняли, что перед ними настоящая принцесса. Ещё бы! Она почувствовала горошину через двадцать тюфяков и двадцать перин из гогачьего пуха. Такой нежной может быть только настоящая принцесса. Принц взял её в жёну. Ведь теперь-то он знал, что берёт за себя настоящую принцессу. А горошина попала в кунсткамеру, где её можно видеть и поныне. Если только никто её не стащил, знайте, что это правдивая история. В сказке нам встретили слова, которые требуют объяснения. Тюфяк. Мешок, набитый сеном и служащий матрасом. Слово перина. Мешок, набитый пухом или перьями. Кунсткамера. Музей. Собрание редкостей, диковинных предметов. Гогачий пух. Пух птицы Гаги. А теперь, ребята, какой урок мы должны вынести из этой сказки? Пока трудно ответить на этот вопрос. Ещё не разобрались. Будем двигаться по порядку. Какой перед нами предстала принцесса? Я напомню вам. За воротами стояла принцесса. Но, боже, в каком она была виде? Потоки дождевой воды стекали по её волосам и платью. На носки туфель и вытекали из-под каблуков. Автор даёт нам только несколько предложений. Давайте дорисуем этот образ принцессы. Она была совершенно одна. Она была в простом платье. Вся мокрая. Вода вытекала из каблуков. Была ли она похожа на принцессу? Нет, не была. Что помогло определить принцесса, настоящая или нет? Горошина. Почему же ей так плохо спалось? Да потому что она чувствовала эту горошину. В чём заключается вымысел данной сказки? Мы понимаем, что невозможно почувствовать горошину под таким количеством тифлюков и перин. То есть это сказочный способ определения настоящей принцессы. Так чем же принцесса отличается от простой девушки? Принцесса – очень нежное создание. Её все опекают, оберегают. И поэтому она чувствительна даже к тому, что находится под 12 тификами и 12 переглядами. Теперь вернёмся к началу нашего вопроса. Какой же урок мы должны вынести из этой сказки? Первый урок. Нельзя по внешнему виду определить сущность человека. И второй урок. Нужно иметь верный способ узнать человека лучше. А теперь, ребята, давайте проверим, как хорошо вы запомнили содержание сказки. Первый вопрос. Определите, где принц искал принцессу. Правильный ответ – «вы» по всему свету. Второй вопрос. Определите, какую принцессу хотел взять принц себе в жёны. Правильный ответ – настоящую. Определите, какая погода была, когда появилась принцесса. Правильный ответ – «гремел гром, лил дождь». Определите, кто отворил ворота принцессе. Правильный ответ – «король». Правильный ответ – «король». Определите, кто решил проверить принцессу. Правильный ответ – «в», королева. Определите, каким способом решили проверить принцессу. Правильный ответ – «вы» положили горошину. Определите значение слова «тюфяк» в сказке. Правильный ответ – «б». Мешок, набитый сеном. Определите значение слова «перина» в сказке. Правильный ответ – «мешок, набитый пухом». Определите, куда отдали горошину. Правильный ответ – «б». Кунсткамеру. Определите, что понял принц в конце сказки. «Б». Нашёл настоящую принцессу. А теперь, ребята, давайте оценим свою работу. Если вы не допустили ни одной ошибки – это оценка 5. Если допустили одну или две ошибки – это 4. Если допустили 3 – это оценка 3. А если допустили более трёх ошибок – значит, вам нужно прочитать ещё раз эту сказку повнимательнее. Записываем домашнее задание. Домашнее задание. Вы можете прочитать выразительную сказку в учебнике или составить книжку-малышку по сюжету сказки. Спасибо вам за урок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!